Хрустальная чернильница В стенах общеобразовательной школы номер 70 собрались 12 финалистов конкурса, приехавших из России, Казахстана, Италии, Украины, Узбекистана и других стран. Преподаватели провели уроки, посвященные творчеству Константина Паустовского, приуроченные к 130-летию известного русского писателя. Всего на первый этап 9-го международного конкурса педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» имени Кондрякова, который проходил в онлайн-формате, поступило свыше 200 заявок. Мероприятие вот уже на протяжении 9 лет проходит при поддержке Белорусского министерства образования и фонда «Русский мир». Несмотря на все сложности нашей жизни, сейчас более развита система телекоммуникации и много очень работ, приходило записи уроков со всех республик. Не все смогли приехать, те, кто заявлялся в конкурс, но многие приехали. И в этом конкурсе он оправдывает название международного. Лучшие уроки представлены, очень авторитетные жюри, в которые вошли победители прошлых лет. Никто из наших победителей прошлых лет не потерялся. Они все продолжают работать на благо воспитания детей, на лучших произведениях русской литературы. Вести открытый урок перед строгим жюри совершенно незнакомой детской аудитории – задача не из простых. Но учителя справились с этим заданием на твердую пятерку. В том числе Дарья Балута из Италии – преподаватель русского языка как иностранного. Она стала одним из лауреатов конкурса. Мы преподаем русский язык детям, которые говорят на нескольких языках. Я живу в Италии, это, естественно, основной язык, язык среды – это итальянский. Русский язык является языком либо родителей, либо одного из родителей. Как привить любовь? Любовь прививается только через связь с культурой. То есть через традиции, через передачу знаний, начиная с книжки про Колобка и заканчивая какими-нибудь традициями, которые должен сохранить один из родителей. Когда входишь в контакт с детьми, то вот эти все волнения, переживания, они как-то уходят на задний план. Мы вот с коллегами обсуждали, что ты видишь только детей, а жюри, которые должны тебя оценивать, твою работу, ты их вообще не замечаешь. Программа пребывания участников и членов жюри конкурса была наполнена не только рабочими, но и историко-культурными мероприятиями. Одним из самых ярких событий стала торжественная церемония закладки капсулы с землей с места гибели 24 солдат 7-го мотоциклетного полка, которые были обнаружены поисковым отрядом «Видлицкий рубеж» в окрестностях села Видлица. Церемония состоялась в национальном мемориальном комплексе «Храм-памятник» в честь всех святых в Крипте. Мы сегодня привезли вещи и снаряжение финской армии, Суомен армии, которая воевала с нами в Карелии. В частности, это картонная коробка для патронов к пистолету-пулемету Суоми. Она сохранилась со времен войны. Так она выглядит. На ней есть этикетка. Все видно, какой калибр. А также финская каска, вертелька так называемая, стальной шлем, используемый финнами во время Великой Отечественной войны. Также сегодня мы привезли на родину бланк смертного медальона бойца Ермоловича Александра Алексеевича 1919 года, который погиб в Республике Карелия в 1941 году. Его сам непосредственно смертный медальон, а также медальон его однополчанина Калтовича Кирилла Кузьмича, которого мы нашли в том же 2016 году, передали впоследствии в 2018 году родственникам медальон, но, увы, не была передана капсула. И мы хотим, чтобы эту капсулу передали родственникам бойца Калтовича. Среди солдат 7-го мотоциклетного полка опознать удалось и Николая Антоновича Абрамчука, уроженца деревни Сомина. Господь нам вернул нашего соотечества спустя 81 годов. Здесь Николай среди своего народа. Он пришел не один. С ним безымянные товарищи разных этнических кровей. И, как говорили раньше, упрощаем все русские. Торжественная церемония награждения победителей состоялась здесь же, в храме-памятнике в честь всех святых. В Белом зале подвели и итоги конкурса, основные задачи которого – выявление и распространение перспективного педагогического опыта, а также изучение русского языка и литературы, повышение мотивации педагогов к творческому саморазвитию и профессиональному росту. Бронзовым призером конкурса стала учитель русского языка и литературы Нижегородской школы номер 183 Мария Лихалат. Я построила свой урок на каком-то искреннем, наверное, разговоре с детьми. Разговор был о каких-то простых, понятных, наверное, каждому вещах. О любви, о музыке, о природе. Все это нам близко, и все это окружает нас всегда. И, как мне показалось, ребята откликнулись именно душой. Тяжелая чернильница говорит о том, что я, наверное, на правильном пути и буду идти дальше. Жюри конкурса было сформировано из специалистов в области педагогики, литературы ведения, а также победителей конкурса предыдущих лет, представителей государственных структур и общественных организаций. О том, какая она – хрустальная чернильница, рассказывает Анна Калугина, член жюри. У меня вот такое впечатление, что она живая, правда. У нее есть душа, сердце. Я вам сейчас скажу, почему. Потому что в этом году я убедилась, что у нее есть голос. Он хрустальный, нежный, но он настолько мощный, что он созывает каждый год всех из разных стран. И даже сегодня, когда политическая ситуация вот такая, какая она есть, этот голос позвал, и мы не просто приехали, мы примчались сюда. И, наверное, для того, чтобы ощутить потрясающую эту атмосферу доброжелательности, искренности, этого сейчас очень не хватает. Очень не хватает. И я заметила, не только Донецк, очень многим странам этого не хватает. В этом году я впервые в роли членной жюри. Я, конечно же, волнуюсь в этом году меньше, чем в 2019, когда я была в роли конкурсанта. Но я понимаю, какая сейчас огромная ответственность лежит на мне. То есть тогда эта ответственность лежала на мне только о себе. Я волновалась, да, сейчас я волнуюсь, честно, обо всех девчонках, которые представляют разные страны. И, знаете, очень символично, что вот сейчас мы находимся в храме всех святых. Следующий, десятый, юбилейный конкурс организаторы планируют посвятить роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». А также пригласить победителей прошлых лет для проведения открытых уроков, которые будут транслироваться в прямом эфире. Какие планы чуть позже, потому что все начинается с мечты. А мечта такая, чтобы был мир. И чтобы ровно через год мы собрались вновь на белорусской гостеприимной земле и смогли говорить с нашими детьми языком великого Александра Сергеевича Пушкина. Именно такое решение принято членами жюри. Объединить в 2023 году не просто имя Александра Сергеевича и десятилетний юбилей международного конкурса педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» имени Александра Николаевича Кондрякова, а вспомнить о десятилетнем юбилее создания первой главы романа Пушкина «Евгений Онегин» и опять говорить великим русским словом с нашими детьми. Специальными призами были также награждены преподаватели русского языка Юлия Мельничук из Херсона, Татьяна Калиниченко из Минска и Ирина Тершукова из России. Главными победителями стал педагог из Казахстана Эльмира Пушенова. Однако само участие в финальном этапе конкурса уже победа. В этом уверена студентка Севастопольского государственного университета Валерия Шила. Я и так уже победила для себя, ввиду того, что здесь собрались одни профессионалы. Я еще студентка, но несмотря на это я уже здесь участвую, я в числе финалистов. Финалисты конкурса подчеркивают значимость «Хрустальной чернильницы» для обмена опытом в развитии культура ориентированного образования, изучения русского языка, литературы и сохранения исторического наследия русского народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok